всем добрый день всех рад вас видеть на своем канале сегодня я хочу вас познакомить с тем как работать с состояниями хранить состояние в памяти управлять нагрузкой когда мы делаем это через кнопку отдельно хочу поблагодарить всех кто послает донат и спонсирует канал благодарю вас и рассмотрим как же это работает у меня тут есть кнопка которая подключена к пину а 0 и есть светодиод который подключен пин а и 1 это у меня все объявлено выше в переменах также есть состояние света диодом который в каком состоянии у нас должен находиться светодиода в данное состоянии состояния кнопки как он должно быть состоянием то есть последнее состояние этой кнопки также мы объявляем две переменные благодаря которую мы будем контролировать то как мы смотрим эту кнопку, и как нам нужно это менять. Следующее, что мы делаем, мы объявляем пины для кнопки, пин для светодиода, и получается записываем в пин светодиода, мы записываем, получается, то состояние, которое у нас есть. Следующее, что мы делаем, мы считываем, перемену, то есть, То есть, если у меня кнопка не была нажата, она будет единичкой. Если кнопка у нас была отпущена, то она наоборот будет показывать. Также, что очень важно, вот эта проверка у нас идет для чего? Для того, чтобы нам проверить, в каком состоянии у нас сейчас была перемена. То есть, в том же она состоянии или нет. И если да, то нам нужно обнулить таймер. Тут дальше мы в таймере проверяем, по таймеру можно ли нам выполнить какое-то состояние. Тут мы проверяем, что у нас должно быть обратное состояние. Если у нас должно быть обратное состояние, то переписываем это все в состояние. И получается, проверяем в каком у нас состоянии, переворачиваем это у нас состояние. И записываем это значение, чтобы у нас открылся выход. То есть, записалось либо лов, либо хай. И в последнее состояние кнопки еще раз записываем наше состояние, с которым у нас сейчас должно быть. И как это работает? Вот. Мы запустили. Я запустил эмуляцию. Мы видим, что у нас записался состояние последнее. В LED pin у нас записалось состояние последнее, которое у нас было состояние хай. Он у нас горит по умолчанию. Теперь, когда я нажму кнопку, у нас получается состояние перевернулось. И светодиод погас. И он теперь у нас ждет, что когда будет нажата у нас следующая кнопка, чтобы записать старое состояние и поменять его. И, соответственно, включить светодиод. Нажимаю еще раз. У нас включается светодиод. И полноценно работает. Нажал, отпустил. Нажал, появилось. Пример тут немного замудренный. Но он взят из того примера, в котором используется подтяжка кнопки к плюсу. А из-за того, что подтяжка кнопки к плюсу за наводок шумит, то тут используется фильтрация. Я фильтрацию не использую, потому что у меня кнопка подтягивается к земле. Там фильтрация гораздо меньше нужна. Точнее, ее можно не использовать, потому что кнопки обычно не фонят, если нет наводок. А если есть какие-то такие наводки, то у вас все устройство будет глючить. И кнопки вам это никак не спасет. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Всем удачи. До свидания.